Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава книги «Экклезиаста» Перевод российского библейского общества читают для библейского портала «Экзегет». Ну вот у нас продолжаются разговоры «Экклезиаста» про то, как все плохо. И мы обращали внимание, что иногда вот такие просветы проглядывают лучи солнца сквозь грозовые тучи. И в шестой главе, ну вот, собственно, развитие этой же темы. «Видел я под солнцем беду, которая тяжела для человека». Мы, я думаю, согласимся, что довольно много существует в мире бед, которые тяжелы для человека, но что описывает он? «Тому, кому Бог дал имущество, богатство и почет, кто ни в чем не отказывает своей душе, порой не получает от Бога власть и пользоваться всем этим, и все достается чужому. И это пустое, и это злая беда». Ха, разве это самая страшная беда? Разве не бывает гораздо хуже, чем утратить свое имущество? Ну, я соглашусь, что это очень печально, но мне кажется, бывает вещь страшнее. Но у экклезиаста есть все-таки некоторая такая вот цель, которую он преследует. Он показывает, что представления о счастливой жизни имеют мало общего с успехом, с богатством, с наслаждением, что это все бывает, это все хорошо, но не это определяющее. «Если кто имел сто детей, прожил много лет, и дни его многочисленны были, но не насытился он счастьем и даже остался без погребения, то я скажу, что выкидыш счастливее, ибо принесен дуновением, и во тьму уходит, и тьма скрывает его имя». «Выкидыш даже не знал и не видел солнца, ему покойнее, чем тому. А если бы тот прожил и две тысячи лет, но не видел счастья, не все ли уходит туда же?» То есть, смотрите, есть один простой признак, счастлив ли человек, этот признак, он счастлив, а при этом богат ли он, сколько он живет, сколько у него детей. Такие внешние подробности, которые могут совершенно его и не радовать. «Труды человека для его рта, но все не насыщаются его желания». Ну, то есть, что называется, работаю на то, чтобы есть, да, просто себя прокормить. Но, тем не менее, все не насыщаются желания, вот мало и мало и мало. Такая тоже постоянная тема, и я даже сравнивал экклезиаста с Буддой Гаутамой, да, что вот человек многого хочет, и даже если он много получает, но все равно меньше, то он от этого страдает. «Чем мудрый лучше глупого? Что польза бедняку, если он и знает, как поступать в жизни?» А вот тут, кажется, у меня есть ответ, «чем мудрый лучше глупого?» А мудрый лучше глупого тем, что он довольствуется тем, что он имеет. «Что польза бедняку, если он и знает, как поступать в жизни?» Вот, правда, он тут же на него, на этот мой ответ, в свою очередь отвечает и говорит, «Ну, хорошо, бедняк, допустим, все знает, а у него средств не хватает». Вот как это часто бывает, достойный человек, ну, предположим, великий изобретатель, но ему никто не дает деньги на то, чтобы сконструировать его изобретение, да, или там писатель, который умирает в бедности, нищете, безвестности, художник, а потом его картины продаются за миллионы, но он-то этого не увидел, да. Вот и такая бывает история, то есть нельзя сказать, что, а, деньги, богатство, это ничто, иногда это очень даже, что их отсутствие, не скажу, что их присутствие помогает человеку, но их отсутствие точно его может лишить счастья. Лучше то, что видят глаза, чем то, к чему увлечется душа. Это пустое, это погоня за ветром. Ну, то есть ты видишь что-то конкретное, ты хочешь это, вот это лучше, чем фантазии о прекрасном, я не знаю, чем, по-русски говоря, синица в руках или журавлю в небе. Всему уже есть имя, известно, что такое человек, как ему судиться с тем, кто сильнее. Как-то непонятно. Ну, здесь он местами как бы скомкано слегка говорит. Люди, они, уже известно, кто у них, есть какое-то внешнее социальное обличие, да, и поэтому бедняку судиться с миллионером не получается просто. Вот это социальное обличие его не пускает. Увы, и такая есть беда. Видите, он начинает с одной беды, когда человек не может распорядиться тем, что у него есть, а с другой стороны, когда у него этого нету, то тоже, в общем, ему не позавидуешь. Многое слов пустых, что польза в них человеку? Ну, да. Кто знает, что лучше для человека в дни пустой его жизни, скользящей, как тень? Кто поведает человеку, что будет после него под солнцем? Все, он возвращается к своей теме смерти. И в седьмой главе он о ней будет говорить более подробно. Обратим внимание, что может быть так местами навязчиво, местами слишком по-восточному цветиста, но он возвращает нас к одной простой мысли. То, что мы делаем здесь и сейчас, то, чего мы достигаем, то, что мы получаем, то, что мы созидаем, в общем-то измеряется одним. Мы умрем, и что будет после этого, мы не знаем. Поэтому, говорит он, живи здесь и сейчас. Хотя, говорит он иногда об этом так сложно, что мы и расслышать это можем с трудом. Но в седьмой главе тема неожиданно получит немножко иное развитие. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok